Колбаса, картофель, зелень, яйцо, редиска. Знакомые ингредиенты? Конечно же, каждый россиянин поймет, что речь идет о старой и доброй окрошке. Способов приготовления данного великолепия бесчисленное множество. Можно готовить на сметане или ряженке, или же на кефире. Но наш сегодняшний вопрос, как обычно, с уловкой. Сегодня мы спросим у совершенно случайных прохожих, почему же следует готовить окрошку лишь на квасе? Как вы считаете, почему окрошку следует готовить лишь на квасе? Окрошку на квасе? Я только за кефир. Ну, я не знаю, на мой взгляд, это как-то более канонично и так, ну, издавна уже сложилось. И вот не знаю, я пробовал разные, ну, окрошки с разными, да, составляющими, так скажем. И вот на квасе у меня она оказалась наиболее какой-то вкусной. С чего взяли, что на квасе лучше? А я всегда на квасе делаю. Ну, для меня так вкусно, поэтому. Я с минералкой делаю. Кто-то на кефире любит. Ну, я считаю, что квас – это лучший вариант. Моя любимая окрошка – это на минералке. Потому что это традиционный рецепт, насколько я знаю, но я могу ошибаться. На квасе, во-первых, это естественное выражение, то есть хлебный продукт. А потом он полезный, сытный и очень приятный, особенно в такой погоде. Потому что квас – истинно русский напиток. И мне кажется, окрошка самая вкусная на квасе. Нет, я еще понимаю на кефире. Там есть особый вкус, он такой сливочный, молочный. А что в еде нужно? Потому что это блюдо летнее, а квас, как полагается, как полагается квас у нас, относится к летнему напитку. То, что везде по улицам разливают, везде стоят бочки с квасом. Как бы окрошка – это у нас оливье, только на квасе, это прям по кайфу такое. Освежает. Когда жарко. Это летняя еда, поэтому я согласен. Действительно освежает. Так вкуснее. Ну что, друзья, по результатам нашего сегодняшнего СОС-вопроса, мы выяснили, что большинство жителей Казани все-таки склоняются к тому, что квас действительно является отличным ингредиентом для окрошки. Потому что, во-первых, он отлично утоляет жажду в такую невероятно жаркую погоду, но, во-вторых, является исконно русским напитком. Хм, неплохо. Пейте квас и будьте счастливы. Это был СОС-вопрос и с вами была Надежда Мещерякова. Всем пока!